Вот сейчас мощнеет скандал и ширится, тоже культурка, кстати, с Копинским маньяком, потому что интервью Ксении Анатолия Собчака, оно приобрело абсолютно ненужный резонанс. Все перевозбудились. Абсолютно вменяемый председатель Союза журналистов Соловьев, не тот, он тоже Владимир, но не тот, он нормальный Соловьев, он потребовал, чтобы вообще запретили такого рода интервью с маньяками, но дело в том, что там действительно очень нужное, очень полезное, очень, я бы сказал, существенное интервью, проблема только в бесконечно патологической уродливой подаче, проблема в дилетантизме. Вот Собчак не умеет брать интервью, и учиться этому нехитрому делу она не хочет, она ужасно довольна собой, она вот водит смычком по обратной стороне скрипки и думает, что вот этот вот звук, который она извлекает, это и есть музыка. А брать интервью это очень тонкое и сложное дело, это как брать пункцию, да? Это как брать кровь, надо взять что-то, что будет уникальным образцом, у этого ремесла есть закованное. Вот Собчак этого делать не умеет, поэтому и скандал, поэтому загадка. Поэтому все окрасилось в такие патологические цвета, и непонятно, я вот сначала посмотрел, я не понял, то ли она просится к нему в подвал на пару месяцев, то ли она провоцирует несчастного маньяка на эрекцию любым способом. Ну вот разница, вот почему нельзя такого делать. Представь себе вот лабораторная лягуха, да? Понятно, что лягушки воспитали много поколений медиков, физиологов. Одно дело, уверенными, спокойными движениями ты препарируешь лягушку, открываешь внутренние органы, показываешь работу нервов. А другое дело, когда кто-то начинает эту лягушку тыкать скальпелем, выкалывать ей глазки, отхватывать лапку, смотреть противно. Складывается вот это вот ощущение абсолютной патологии. И вот каждый раз я как бы вижу, причем это же не такое дело-то хитрое. Есть же великие образцы интервьюеров, есть Урмасот, есть Молчанов, есть Поздний Лушников, есть западные образцы, та же самая Уинфри. До какой степени они мастерски это делают, и как сообщат, все, в общем, ухитряется превратить, к сожалению, в порнушку. — Александр Глебович, ну вы-то наверняка в жизни своей беседовали с людьми, которые вам интересны, но достаточно опасны и неприятны. Это же интересно, на самом деле. Вы пробовали с манерами разговаривать? — Это интересно, но задача наша из такого человека — изготовить препарат. Препарат для дальнейшего изучения, некий экземпляр коллекции, для того, чтобы не только я и не только ради хайпа, а для того, чтобы это можно было взять и изучать, и исследовать. Это крайние образцы человеческого поведения, фиксировать, которые необходимо. Но надо же делать это грамотно, а не плодить эту дилетантщину.